а россия и китай дружба с петлей на шее разразилась крайне интересным откровением издания голос америки причем пойди пойми о чем они ведь и москва и пекин подтверждают только что не каждый день теперь насколько крепка их дружба кстати очевидно кому надо по этому поводу большое сэнкью сказать но это так заметки на полях и даже больше это считаете явка с повинной ведь самое печальное в последнее время в смысле для товарищей изоляторов кремля что весь мир не только не с ними весь мир уже как бы это просит их на выход с вещами яркий пример индия некогда жемчужина колониальных владений и великой когда-то британии теперь же один из лидеров планетарной экономики в то время как лондон катится со все большим ускорением в нищету ведь простите вроде страна первого мира а натурально помидоры золотые не достать да и тоже вот держава миллионер где люди боятся на счета за отопление посмотреть и то же самое опять же касается штатов где только что не каждый день почти поезда с рельсов спрыгивают а большие чиновники гневно обещают наказать китай который дескать позволил себе заниматься высокими технологиями однако и это по-прежнему было только разминка вы все это знаете просто может быть как про англию например не обращали внимание хотя уверяем букингенскому дворцу сейчас вот вообще не смешно полным провалом закончились недавние поползновения поговорить за демократию хоть посла германии в намибии хоть самого макрона которого также грубо и под телекамеры на место поставил уже лидер конга в общем пока демократические сме рассказывают как дескать лаврова обсмеяли в африке вся планета было бы желание видит как принимали министра иностранных дел россии и как непобедимую аналину бербак в индии слово провал не передает произошедшего и речь далеко не про мацкаву впрочем еще больше ужасных подробностей как обычно через пару секунд друзья скоро уже год как мы работаем для вас без полноценной монетизации ведь она отключена для россии поэтому ваша помощь крайне важна и даже 50 рублей когда вас много позволяют нам напомним каждый день радовать вас новостями кстати для неравнодушных граждан из других государств теперь доступна опция спонсорство надо просто нажать нужную кнопочку ее вы увидите на экране а номер карты есть в описании к этому ролику заранее вам огромное спасибо вы не бросили нас в 2022 году не бросайте и теперь вместе победим и так напомним только-только в конце января министерство иностранных дел германии извинилась за твита поездки в африку глава российского мид сергея лаврова типа ляпнули не подумав как снова скандал так президент намибии хаги гейнгап популярно объяснил посол фрг что можно говорить а что нельзя ибо двадцать первый век на дворе как учили сами товарищи колониза демократы конечно простите цитируем вы нас так жалеете я не видел ни разу чтобы китайцы про них собственно товарищ из берлина завел разговор пришли сюда и начали мне голову морочить а немцы приходят мы даем немцам визы чтобы приезжали расстилаем красную дорожку а в германии наших людей притесняют даже дипломатов отметил президент слабо согласитесь похоже на позу покорности но еще больше досталось месье макрону который извертелся уже в вопросе уходит париж из африки ведь не хочется или не уходит в общем лидер франции начал учить демократии тех кому вроде приехал в гости и если относительно культурно то его попросили не беспокоить чтобы потом как говорится багет из одного места не доставать расстроишься тут что говорить и это точно не конец истории